А затем прошло совещание с участием главы республики и руководителя компании «Руссети Северный Кавказ». Вопросы, предложения и перспективы развития электросетевого комплекса Карачаева-Черкесии стали основанием для рабочей встречи. Альбина Ламкова подробнее. Оценивая работу энергетиков в республике, глава Карачаева-Черкесии подчеркнул положительную динамику. Об этом говорят основные показатели в обеспечении надежности энергоснабжением. Проводится эта работа совместно с местными представителями власти, так как становление промышленного производства, туристического потенциала и инвестиционного климата в нашей республике во многом зависит от качественного надежного энергоснабжения, отметил Рашид Темрезов. Развитие инвестиционного проекта по замене ветхих сетей продолжается. В последние годы удалось все-таки и наладить основной параметр наших взаимоотношений – это платежную дисциплину. И по вашей информации, и по нашей информации сегодня мы одни из передовиков. Могу сказать, это касается не только платежей за электричество, это касается и платежей у нас и за газ, и за все другие виды коммунальных услуг. Несмотря на те или иные изменения в стране, работа ведется по подписанному протоколу. Заключили его почти три года назад. Еще есть ряд вопросов в южной подстанции, отметила руководитель региона. Решение поставленных задач требует совместной работы. Практически осенне-зимний период подошел к концу. Был он стабильным, без каких-то глобальных аварийных ситуаций, сказал руководитель компании «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко. Платежная дисциплина на территории Карачаева, Черкесской республики, она на сегодняшний день самая лучшая в регионе. Мы прошлый год закончили, и по группе населения оплата составила 100% за потребленную электроэнергию. То есть, основные группы потребителей – это промышленные предприятия, прочие потребители и предприниматели. То есть, все платят на достаточно высоком уровне. Даже говоря о такой проблемной отрасли на Северном Кавказе, как ЖКХ, динамика положительна. Процент оплаты улучшается с каждым годом, отметила Роман Левченко. Еще сказал, что за два месяца работы уровень оплаты за электроэнергию увеличился в Карачаево-Черкесии на 5%. Проинформировал о ведении работ в реализации программы снижения потерь. Продолжается установление приборов учета в соответствии с действующим законодательством. Меняют провода. В этом году по этому направлению работа будет проводиться в Малокорчаевском районе. Еще планируют организовать в республике энергосервисный контракт. Глава региона озвучил и важную социальную инициативу. Предложил разработать совместную программу по льготам на услуги в сфере электросетевого комплекса для членов семей военнослужащих из республики, выполняющих задачи в зоне СФО. В ответ Роман Левченко сказал о необходимости в создании совместной рабочей группы.